2018 год. По всему миру СМИ обсуждают удивительную новость. Ученые впервые нашли признаки существования жидкой воды на Марсе. Озеро шириной в 20 километров находится под ледяным слоем на южном полюсе планеты. Результат многолетних исследований Марса аппаратом Marsis был получен методом радиозондирования. С помощью направляемых глубь планеты радиоволн ученые могут получать информацию о составе и строении Марса. Но пока что физически добраться до этой воды невозможно. И вот спустя два года в 2020-м все тот же Marsis, установленный на орбитальной станции Mars Express, на том же месте обнаруживают на глубине примерно полутора километров уже целую систему озер с жидкой водой, состоящую из четырех водоемов, площадью в 75 тысяч квадратных километров. А это почти что Чехия. Очевидно, что эта вода существовала много миллиардов лет назад. Порядка там 3-4 миллиардов лет назад. Ее было очень много, так же как и на Земле. Марс был активен геологически, то есть расслеживали различные геологические процессы, поднятия, опускания, извержения. На Марс, так же как и на Луну и на Землю, падает большое количество метеоритов, астероидов, различных небесных тел. Они и увеличивают грунт на поверхности Марса. И поэтому вода, которая была в расщельнях, накрывает падающих метеоритов, комет, астероидов разного размера и разного вида. Вот причина, почему вода могла оказаться на глубине порядка километра полтора. Ученые предполагают, что вода в этих озерах очень соленая. Не будь она таковой, она бы просто не смогла существовать в жидком виде ни в глубинах, ни на поверхности Марса. Обуславливается это тем, что атмосфера планеты очень разряженная, и температура там значительно ниже точки замерзания. Так есть ли жизнь на Марсе? Так есть ли жизнь на Марсе? Так есть ли жизнь на Марсе? Это поможет узнать более подробное исследование забором проб обнаруженной воды. И тогда постепенно, конечно, не так быстро, удастся обжиться там, создать экосистему, способную поддерживать жизнь человека, и проводить геологическое освоение Марса, и в частности бурение, и более подробное, тщательное исследование. Несмотря на то, что вода, обнаруженная в глубинах Марса, очень соленая, она остается тем же соединением водорода и кислорода, в котором когда-то на Земле зародилась жизнь. А вот получится ли найти ее на Марсе, узнаем уже в самом ближайшем будущем.